Так, Зарин, ставишь тоже. Хрустит. И такое бывает, если кондиционер ну совсем не чистить. По инструкции, генеральную уборку сплит-системы нужно проводить два раза в год. До и после жаркого сезона. Ну вот он, кондиционер. А воздушные фильтры мыть каждые две недели. Евгения честно призналась. В июле позапрошлого года мы его установили. То есть, получается, почти два года не числи. Исправляем. Фильтры достать просто. Вот видите, сколько пыли оседает на фильтре. Это всё, чем мы дышим. Промываем губкой и мыльным раствором. Тёплым. Горячую воду лить нельзя, потому что это может поплавить сеточку, изменить её структуру. И феном сушить ни в коем случае. Фильтры должны высохнуть сами. Испаритель протирать запрещено. Слишком тонкие ребра. Заминаются. Меньше воздуха через него будет проходить. Соответственно, ниже КПД. Тут или пройти щёткой, или пылесосить. Аккуратно. Влажная уборка корпуса тоже не помешает. И это всё, что можно сделать самому. Чистку внутренности лучше доверить профессионалам. У них и опыт, и моющие средства особые. Бытовая химия тут не годится. Она может смыть защитный слой из теплообменника. Она может остаться на двигателе, что приведёт к некорректной работе и дальнейшим полом. Кондиционер без дезинфекции – рассадник плесени и бактерий. Например, возбудителя – болезни легионеров. Есть такой меркорорганизм, легионелла, который именно в системах центрального кондиционирования накапливался и вызывал легионелёзную пневмонию. С температурой, с кашлем, с одышкой. Были даже случаи смертности. Другая опасность – высыхание слизистой. Проветривать надо, чтобы наша естественная защита не страдала. Когда уже возникает сухость слизистых оболочек, это может являться входными воротами различных инфекций для различных микроорганизмов. И после каждого использования сплит-системы включаем вентиляцию на полчаса, чтобы конденсат высох. И про дренаж с внешним блоком не забываем. В них тоже жизнь заводится. Дмитрий Кузьмин, Алексей Овчинников, Первый канал.